Я из Беларуси, вот мой сувенир, я такая на приклассе, низшая оценка в классе. Она придумала эту жесточайшую фигню с групповым экзаменом. Я вообще, в принципе, я знала, что они учатся в моем классе. Да, я вас знаю. Короче, большинство студентов не загоняется балом. Давайте обсудим, решим, какой лучший вариант. Поезд, товарняк, все время куда-то ездить. Наши правила дорожного движения. Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. My life is my life. В чем мы такие довольны? Потому что... А, я думал, мы тупим просто, никто не поймет, кому нет. Зай, нам же дочь надо забирать уже. Так сейчас поедем. Сегодня был последний день. Каникулы летние начались. И на последний день наш профессор почавил Доворокмен. На гайзу компот? Нет. Она экзамен сделала. Ну и вот мы до последнего сдавали экзамен. Но... Короче, все классы я закончила уже. По трем классам я знаю, что у меня по вумен стадии, эй, по физруку. Ну... Как неожиданно. Но эй... Я сегодня когда в кроват зашел, он такой говорит, ой, и ты пришел. Я говорю, так... Ты сегодня дерзко опоздала? Первый раз за 4 семестры. Я говорю, так я уже сказала, что я приду. Не, ну ты где ж, типа, ну, может он бы не приходить. Я говорю, так зашалотно. Ну, я ему конфетки подарила. Он, правда, от некего все чувствовал. У себя неудобно. Видимо, кроссовка носа ему конфетки не давит. Ну и все. Я спросила, какой он еще кросс учит. Говорю, я хочу к вам записываться. Он говорит, ну, вообще, я еще, говорит, тренирую футболистов. Ну, если хочешь, можешь приходить. Я говорю, пока о большом футболе не думаю. Ну, о большом спорте. Да. О карьере в большом спорте. Так что, говорю, я, может быть, на следующую весну, на осень, я говорю, точно не пойду в футбол, может быть, на следующую весну. Ну и все. Мы огнялись, пожирали друг другу прекрасного лета. Он сказал, что был рад иметь меня в красе. Я сказала, что я рада его иметь как учителя. И на этом мы разошлись. Какое-то слово бульгарное. Ну, это, получается, как досровный период. Да. Ой, котик, у кого что болит? Еще помнишь, наш друг рассказывал, что когда он только начинал учиться, это не… Ну, это не… Вот он с этим словом что-то рассказывал, но я не помню. Короче, он сказал, он предложил преподавателю подъехать, вернее, подвести на своей машине куда-то там. А преподаватель зацепился за другого, они разговаривали, разговаривали, и друг говорит, я бы уже и поехал, подхожу. Ну, и, в общем, говорит, как-то он ей сказал, что получилось, что хотел бы ее иметь в своей машине. Ну, и, в общем, говорит, было весело. Ну, в общем, я думаю, что на тот момент все знали, что у него английский второй язык. Да, да. Никаких последствий для него это не понесло. Он говорил, что преподавательница его поправила, объяснила, как правильно говорится, но это было в самом начале, как мы только приехали, и, в общем, я не помню, надо у него переспросить эту ситуацию, как это надо говорить правильно. Потому что очень много слов, всяких говорится, и как мы учили английский в Беларуси, по крайней мере, как я учил, извини, что я перебил. Да ничего, мы привыкли уже, Сережа, мы все привыкли. Очень много мы учили, совсем не так, как это происходит в Америке, и в Америке некоторые слова говорят, там, например, какие-то выражения, которые мы даже и понять бы не могли в Беларуси учить английский, потому что совсем другими словами, вот, ну, в общем, давай. По вам стадиям я все сделала, все закончила, сегодня до 12 часов ночи есть последние шансы почистить какие-то хвосты, но я, так как я очень готовилась к вот этому последнему экзамену, в общем, я решила все свои дела других классов закончить еще на прошлой неделе, чтобы меня вообще ничего не беспокоило, чтобы я могла погрузиться в этот прекраснейший урок, погрузиться в подготовку к этому экзамену, вот, как меня прет. Погрузилась? Погрузилась? А, ну, по Вуменстаде, короче, у меня тоже Эй, по второму чару того у меня тоже Эй, я выступила с презентацией, я презентовала свое агентство, которое я рассказывала, что у нас финальный проект, это была групповая презентация, где мы помогали девочке, которая в школе забеременела, наша группа должна была... Ну, виртуальная девочка. А, ну да, она виртуальная. Кто не видел? У нас сценарий был, что вот нашей группы, у нас группа была из четырех девушек, и нам попал сценарий, что у матери, мать-одиночка, которая имеет, по-моему, двух или трех детей, она узнала, что ее дочка подросток беременна, и вот она обратилась к нам за помощью, а мы уже, как соцслужбы, должны помочь ей решить этот вопрос. Мы рассмотрели вариант, как получение бесплатного медицинского обслуживания, Ну, в общем, что-то я опять этот проект рассказывала, по-моему. Ну, в общем, я выступила. В общем, кому интересно, там внизу во влогах можно найти по названию, сориентироваться в студенческом плейлисте, в студенческих влогах это есть. Ну, в общем, я выступила хорошо, имею A по этому проекту, и, соответственно, по всему красу я тоже имею A. Ну, и теперь к моей дорогой любимой учительнице приступаем. Сегодня мы представляли свои сувениры, мы уже два краса их представляем. Первый проект был там какой-то в коробке что-то? Нет, нет, нет. Это для того краса был я в коробке, а это финальным проектом она сувенир, а красив, в котором ты был, как бы, я сделала картину как аппликацию про каждый этап, который мы изучили по пренатальному развитию ребенка, о том, как он, как только он родился, да. Инфанси, Ирни Чарлхуд, Медов Чарлхуд. Перевожу на русский. Маленький ребенок, подрощенный, пошел в школу. Подрощенный и подросток, короче. Ну и вот я сегодня представляла свой проект и наивно полагая, по нем максимально можно было получить 50 паров. Ну, наивно полагая, что ну по крайней мере 45 я за него получу. Так что нет? Нет. Папа, я тебе объясню, почему я так поздно. Наивно полагая, что 45 я за него получу, подсчитав все остальные свои пары, которые я заработала в этом классе, я поняла, что на финальном экзамене мне нужно получить всего лишь 16 баллов из 60. Закончились какие-то эти презентации, началось время экзамена, она придумала эту жесточайшую фигню с групповым экзаменом. Я считаю, что это полный бред. Может быть кому-то, кто готовится, кто не готовится, это может человека вытянуть. Ну вот если, допустим, ты не готовился, а я готовилась, то у меня можешь сказать. Ну ты расскажи, как, что это за групповый экзамен? В общем, во-первых, она группы формировала на свое усмотрение. А, то есть не вообще все вместе? Нет, она разделила нас на три-четыре человека группки. Опять же, как она выбирала, кто будет в группе из четырех, кто в группе из трех, остается загадкой. В общем, я попала в группу к людям, которых я... Ну я вообще, в принципе, я знала, что они учатся в моем классе, но так как раз из пятидесят человек, да, они где-то там сидят очень далеко, и я их, ну так, да, я вас знаю. Но это ладно. Мне получилось, что я попала в компанию, где одна девушка была, ну мне кажется, готова к экзамену, у другой девочки даже записок никаких не было. Ну она пришла, но зашла как-то. Ну и она сказала, что... Короче, большинство студентов не загоняется балом, а учатся обуздать. Она сказала, что мы можем общаться как угодно, выбрать любой формат, как нам удобно группы издавать экзамен. Это значит, мы можем сесть и все вместе проработать все вопросы. Это значит, что мы можем поодиночке проработать и потом сравнить свои результаты. Или мы можем по... ну, допустим, я вот по всем уверена, 59-й вопрос, я не в курсах, да, и давайте обсудим, решим, какой лучше вариант. Для меня этот вариант очень тяжелый, почему я уже и раньше говорила, что я не очень люблю работать в группе, я люблю отвечать сама за себя. Второе, что мне не нравится, когда разрешают в классе говорить, то в классе становится такая атмосфера, как будто там поезд-товарняк все время куда-то едет. Так как у меня английский второй язык, мне нужно сесть и достаточно, ну... Сосредоточиться. Сосредоточиться. Тем более вопросы идут такие, ну... Где от одного или от двух срок может очень измениться, ну, вариант ответа. Это точно так, когда сдаешь правила дорожного движения. С одной стороны вопрос да, а с другой стороны вопрос нет. Отвечай, как хочешь. Ну и, в общем, начали мы делать экзамен. Эта девочка, которая без записок была, она постоянно дергала. Что ты ответила на второй вопрос? Что ты ответила на третий вопрос? Да сейчас ты... Исписывай. Тихонько. Я ей примерно так и сказала. Говорит, ты можешь у меня смотреть? Ну и потом, вообще, уже началось такое, что все начали говорить, неудобно, типа, так сидеть. Начали эти парты переставлять. Парты, они идут в связки. Стол, стол. Начали пытаться их в куче ставить. Еще мы по экзамену эти парты, блин, составляли. Радно, составили, все расселись вроде с большего. Кто-то там начинает что-то обсуждать, разговаривать. Ну все же выбрали по-разному. Кто-то сам делает, тихонько сверяется. Кто-то обсуждают. Типа вот читают один вопрос и начинают, как знаешь, что, где, когда, блин. Минута пошла на обсуждение. В общем, она периодически дергала то меня, то эту вторую девушку. А дай мне, говорит, свои записки почитать. Я говорю, ну как я тебе говорю, дам свои записки почитать. Я свои записки читаю. Ладно, блин, но я уже немножко начала от этого, ну, поднервничать, как бы, да. Потом эта девочка, которая была с записками, она сказала, что давай так, говорит, типа, каждый делает, допустим, 60 вопросов, и потом мы садимся, да, ну и типа говорим первый. И втроем называем эй-эй, допустим. А, совпало, отлично, значит эй выбираем, да. Если по чём-то сомневаемся, то начинаем очень хорошенько разбирать. Эту девочку это не устраивало, этот вариант, потому что, ну, она, получается, сидит, она там что-то пытается читать, но у неё не получается, она там, короче, заглядывает ко мне, заглядывает к ней. В общем, всё это в очень такой, блин, атмосфере крика. Ну, не крика, а все разговаривают, все общаются. Мне кажется, экзамен должен проходить немножко по-другому. Ну, и всё, потом учительница сказала, что время экзамена истекло, и сдайте. Мы, честно говоря, не успели сделать никакого этого не коллективного обсуждения, потому что, как бы, ну, всё это клёво, и старое переставляние, и воды попить, и в туалет походить, но это же всё время уходит, уходит, уходит. И получается, когда 60 вопросов на экзамен даётся, по-моему… Ну, короче, я считаю, минута 56 секунд, по-моему, получается на экзамен. На вопрос? Допустим, расписан про ребёнка-подростка вот такой сценарий, ну, вот, написан. И тебе надо решить, в каком он сейчас, допустим, находится, там, эмоциональном состоянии, там, вот, допустим, взять по такому-то, там, психологу, на каком он этапе находится сейчас. В общем, это всё достаточно… оп, Саша, на меня влияние опять оказывает. Достаточно сложно. Ну, в общем, не особо… ну, нет, скажу, что я очень старалась, всё, но я не нервничала, потому что я знала, что мне нужно только чуть-чуть на этом экзамене поднапрячься. Ну, и значит, она говорит, каждый в конце класса… А ты уже знала, что тебе поставили? Я ещё не знаю свою оценку за сувенир. Я-то и сижу, понимаешь, такая… Спокойная. Чик, блин, довольная, что понимаешь, что даже если пытаться… Знаешь, как по теории вероятности, если перед обезьяной поставить, блин, как его, пишущую машинку, то, возможно, она может набрать Шекспира. Какое-то количество, правильно. Понимаешь, блин? Ну, и всё, и я, как бы, ну, не то, что… Обезьяную. Ну, конечно, да. Ну, в общем, было, допустим, 7-6 вопросов, над которыми я очень-очень сомневалась, но я даже… Ну, как это сказать? Ну, сомневаюсь, сомневаюсь. Я подумала, ну, и на вас, да? Ну, и всё, и я проработала их, посчитала, что вот так хорошо, я не стала… Загоняться. Ну, убиваться над ними, что ли, сильно. И почему я сейчас думаю, что, конечно, нужно было, может быть, всё-таки мы работали группой, и спросить с этой девочкой, свериться ответы. Но, опять же, всегда есть вероятность, что ты можешь написать лучше. И, в общем, я как-то так и подумала, да, и хорошо, конечно. Илла, наша профессорщика, говорит, после того, как сдали эти экзамены, остаемся по одному, подходим, обсуждаем, кому что там для счастья не хватает пока. И до меня очередь пока дошла, я подхожу к ней, и она мне говорит… Я, говорит, так, была… Разочарована. Как бы разочарована, я, говорю, в смысле? Она говорит, когда ты, ну, свой сувенир представляла. Я такая, она приклась. Говорю, в смысле? Она говорит, ну, у тебя всегда, говорит, у тебя везде… Эй, говорит, а по сувениру у тебя, говорит, низшая оценка в глазах. Я такая вдохнула, выдохнула. Думаю, не поняла. Дальше она такая, говорит… Ну, я, говорит, не понимаю, говорит, что случилось. Ты, говорит, имеешь свой сувенир или его забрал кто-то? Я говорю, мне, говорю, вернули, он меня с собой. Но принеси мне, я еще раз посмотрю. Я и приношу. Она смотрит свои записи, потому что в то время, когда ты представлял сувенир, она, значит, делала для себя короткие записки какие-то. Давай покажем твою сувенир. Там мне вообще сейчас поставить не 35, а 3, я ушла мне пойти от разочарования, буду расплакаться. Вот мой сувенир. Я сказала, что… То есть вот каждый цветочек – это развитие репарк? Да. Вот это пренатальное. Это… Ну, короче, это до того, как ребенок родился. Я сказала… Презентацию я свою начала тем, что… Я из Беларуси, как уже все знают. И что у нас очень распространенная фраза о детях, что дети – это цветы жизни. Это… Я рассказала про каждый этап взросления ребенка от того, как вот этот пренатальный период до подросткового периода. И здесь вот у меня солнышко, в котором написано родители, бабушки, дедушки, школа, социум, те, кто заботятся о детях, дяди, тети, короче. Все, кто имеют влияние на жизнь ребенка, должны ребенку давать заботу, любовь, семью, здоровую еду, внимание, там, ну и всякую, короче, фигню вот расписала, да. И закончила свою презентацию тем, что только если мы все вместе будем вот так вот, как солнце освещать детей, как солнце цветочки, а мы детей типа, да, то тогда мы сможем вырастить вот счастливого, так сказать, подростка. Потому что наш этап же завершающий самый большой цветочек подросток. И она такая на меня грозненький вот-вот, и говорит, ну я прям, говорит, ну вообще в шоке. Я говорю, да я сама в шоке. И я говорю, я, конечно, понимаю, вам виднее, а можно мне узнать, почему? Она говорит, ну потому что, говорит, ну вот посмотри, ты просто сделала, типа, вот пренатальный период, инфанси. Младенец. Младенец. Подросток. Нет, ну как бы там, ребенок, ну, короче, школьный, садовский возраст, школьный возраст, если ты подросток. Но ты же ничего никаких вот не дала, допустим, вот для пренатального периода ты могла рассказать, что типа, чтобы с ребенком все было в порядке, мама должна избегать, допустим, употребления марихуаны, алкоголя. Ты не дала никаких терминов. Я говорю, ну подождите, ну я же сказала термин, инфанси, это термин, правильно? Блин. Она на меня смотрит и такая, говорит, ну как бы да, но он же не раскрывает. Я говорю, ну, говорю, вы знаете, я уже потом зарубалась, да, и говорю, ну, вы знаете, говорю, видимо, я не поняла задание. Да. Она такая видела. Ну, дальше происходит следующее, она говорит, ну ты не расстраивайся, говорит, ты же, говорит, по остальному у тебя очень хорошие оттенки, говорит. Ну, типа, ну, грубо говоря, не всем же, да ну, креативно тут мыслить и креативно представлять свою работу, да. И говорит, ты не расстраивайся, у тебя же все хорошо. Потом я смотрю, она в компьютере чик-чик-чик вносит эти 35, короче, блин, баллов. И я смотрю, что у меня прям, чтобы получить эй, ну, очень дофига мне еще набрать надо. Что я в нормальном биф... Ну, получается, 25 тебе не хватает, уже автоматически. Нет, подожди, что я в нормальном биф таком. Я говорю, извините, говорю, типа мисс Сервантес, говорю, чего-то я не поняла, говорю, у меня, говорю, не такой бар должен быть. Реально? Я говорю, реально, говорю, потому что у меня, говорю, и там экстра кредит, и там. А ты имеешь все свои работы с собой, я говорю, я прям все свое ношу с собой, да. Оказывается, она интервью с беременной женщиной 45 баров, она их не внесла. Красавица. Ай-яй-яй, и вот представь, не хватает тут 25, там 45, я в нормальном, в середине биф. А она такая, а не надо, говорит, так это, волноваться. Я говорю, да я так, говорю, как бы особо и не волнуюсь, говорю, у меня-то все хорошо. Какой классный желтый хаммер стоит. На офигенных колесах. У нее колеса попроще чуть-чуть. Ну и короче, она такая, ой, so sorry, хорошо, что типа разобрались. Я говорю, ну действительно хорошо. И, в общем, мне сейчас надо, я забыла сколько, 36, по-моему, мне нужно набрать, чтобы у меня было A. Так ты еще не знаешь? Она когда проверить. В общем, из 60 мне по экзамену нужно получить 36, и тогда у меня за семестр A. Если я не наберу 36 этих, то у меня получается B. Я считаю, что это нечестная оценка. Да по творчеству это вообще нечестная оценка. Не потому что мне меньше дали, да, а потому что это нечестно. Да, это да. Это мне не додали, это 100 минут. Нечестно, сейчас объясню почему, да. А как груди сделали? Скажи, они вообще, как обычно, на формате A4 карандашом намахали? Нет, у некоторых было очень красиво. И САК представил такую работу, да, что прям, ну там, понимаешь, а я смотрю врач и думаю, как он может до такого подбереть? Он принес CD-диск. И написано, типа, ну, грубо говоря, как пишут 80-е, да, Он написал 103-е, типа, что о Чарльд Ворге. И для каждого, для каждого, ну, этапа развития ребенка, да, он, типа, как музыку придумал. Ну, в общем, он очень креативно сделал. Это действительно классно. Просто там вот ему надо дать 57, я считаю, а может даже и побольше, как бы, да. Ну, некоторые, как один парень говорит, а я просто забыл, да. И он сидел, и я видела, как он в черном, просто сложил листы, как нарисовал, как это называется, комиксы, да, от руки. Но он нарисовал на уровне даже не то, что красиво нарисовал. Он нарисовал, у нас Сашка рисует, ну, на таком уровне. Ага. Ну, типа, все ему похлопали, и хорошо. Получается, раз у меня самый низший бар в красе, то его работу оценили лучше, чем мой. Это не справедливо, я требую пересмотрения этим. Поняла. Ну, пересмотреть, к сожалению, ничего уже нельзя. Сделать ничего нельзя, но она сказала, что она была рада иметь меня в красе. В общем, вот такие дыра. Поэтому сейчас я буду до следующей пятницы находиться в слегка подвешенном состоянии и не знать. Если у меня с экзаменом все хорошо, то это будет A, если нет, то это будет B. И это будет очень обидно, потому что это будет не хватать совсем чуть-чуть, да. А так, а так все хорошо. И вы знаете, это не хорошо, что я скажу, но я думала отдавать ей конфеты и не давать, потом подумала. Пошли забирать, да вообще. Вот так. Все, больше ничего добавлять не будешь? Да нет, вроде все как-то. А? Я очень удачно продала книжки. Купили мы их за сколько? За 200. Продала. За 100. В общем, книги очень дорогие и их можно пытаться продать дороже через какие-нибудь соцсети. Пару или нафиг они дома будут лежать и занимать место. Да. Я приверженец того, что дома не надо ничего пройти. В общем, за 30% отдали и хорошо. Да. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, кому интересны студенческие влоги. Увидимся. Увидимся. 26 августа. Первый денечок. Блин, где-то вообще какое-то короткое будет. Бай-бай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok